приветствую вас дамы и господа приветствую подписчики привет случайный зритель в игру сквад добавили возможность вернее как в игру сквад вернули возможность добавления модов так называемые моды 2.0 я знаю что раньше уже были вертолеты это не новость такая большая но я раньше их не обозревал на них не летал поэтому хочу записать сейчас первый лично мой опыт полетов на вертолетах в игре сквад поэтому встречайте новые мощные крутые неповторимые вертолеты и в игре сквад а именно за американскую сторону у нас есть юэйч 60 так называемый black hawk неповторимый и неподражаемый а патч вот такой у нас в лесной расцветки почему он не черный одному богу известно вернее одному мододелу известно и также очень необычный вертолет для подобной игры и вообще не часто встретишь такой вертолет каких-то играх именно чтобы на нем можно было полетать это сикорский чинук так называемый вот вы видите да что баги все таки еще присутствует мод добавили но баги остались слишком большие лопасти оказались что ли хотя на этом кстати вот все в порядке все порядок также добавили еще средства борьбы против воздушной техники а именно не помню точно аббревиатуру этой машины но я знаю что это машина под кодовым названием вулкан шестистволь нас такой вот пулемет гатлинга системы гатлинга для борьбы с воздушными целями что касается российской стороны это у нас вертолеты конечно же mi8 mi28 mi8 я знаю что это точно у нас идет с пулеметами и полностью грузовой а также сейчас нур сами есть у хороший так и конечно же имба как говорится армы это к 50 точно не уверен ребят извините что возможно не подготовился но так уж такое вот спонтанное решение было записать данный ролик поэтому не обижайтесь да мы видим что здесь ввс россии все дела моделька моделька кстати мне очень напоминает армовская но принципе это возможно она и есть хотя вы знаете и дкс там тоже хорошо детализировано что здесь по детализации кабину так у нас у нас сделано ну как бы для любительского мода это очень достойно я считаю это не очень достойно кабина очень достойно так сделано тут нас сразу из сделанный еще также грузовой отсек здесь также можно выкидывать стропы канаты и непосредственно десантировать десант кабинами сделано вот таким вот у нас образом кстати принципе уже получше сделано неплохо неплохо и mi8 в таком нас варианте идет кстати пулеметы все работающие это у нас даже как идет суп лайка можно сказать неплохо неплохо пулеметы все рабочие да у нас сейчас стоит карта его рука доступно несколько карт для теста именно мода и великоптеров вертолетов по всей карте как можете видеть расставленные мишени то есть составлена техника сейчас мы посмотрим попробуем с ними разобраться так давайте для начала посмотрим как реализована пушка гатлинга в этой игре ну кстати текстурки такие себе вулкан внутри как насыпает это те низушка блин ну эту технику мне кажется будут юзать только против пехоты больше чем против воздушной техники машина жёстко насыпает смотрите вот там допустим бегут да какие-то пехи все тупо нету никого да это очень грозное оружие на самом деле так давайте все таки перейдем непосредственно к вертолетам поле полетим мы на вертолете apache потому что мне нравится apache у нас есть два сиденья как и стрелка так и пилота есть 30 миллиметров пушка такая здесь так когда она стреляет и не скажешь это 30 миллиметров ну кстати какое-то непонятное лицо у нас перед глазами так заводится клавиша е блин но это конечно бах нам зарешать но и мне кажется это решаемый так у нас ракеты здесь нифига себе как она валит также мы видим прицел нашего второго стрелка так у нас в принципе на аэропорту в мишени давайте-ка с ними разберемся так и целится почему а вижу мишени на давайте попробуем с такой дистанции навалить недолет понял есть попадание нету подожди я так и не пойму это дымовые шо ли или шо почему такая анимация дебильная блин управляется мышкой довольно неплохо потом перей зайдем за российскую сторону посмотрим как управляется мишки потому что мне тоже интересно пока что в принципе довольно таки неплохо управляется можем вертеть головой нажимаем контур все поворачивается нет все таки взрывается ой 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 камера то шоу нас а это камера стрелка нифига себе кстати заметил такую интересную фишку сейчас пересаживаемся спокойно на стрелка ориентируемся по навигатору блин так сказать ну кстати пока что до видим что еще не до конца доделана эта игра этот режим поменять мы прицел не можем можем только вертеть головой так у нас же чем маурики по моему под ручным управлением кстати пересаживаемся за пилота давайте-ка еще пару кругов сделаем над аэропортом уничтожим цели не но честно сказать блин это будет очень грозное оружие особенно в мультиплеере я не знаю как это можно забалансить потому что блин один вертолетчик вернее два вертолетчика пилот и стрелок смогут такие дела на делать на сервере что просто никто не захочет заходить больше играть не только на сервер но и в это игру блин а желающим очень много я думаю будет полетать на вертолете и те кто умеет и те кто не умеют все будут хотеть о вертолет полетели я мая пошел разнос то есть это все уничтожение фоб вот это все будет очень легко делать причем с такой маневренностью кстати почему я хотел еще кстати летел бюрда посмотреть почему-то здесь летел бюрда нету причем что он так летает еще смешно не чувствуется вес веса вертолета не особо чувствуется так приноровиться стрелять уже можно будет буквально после пару вы вылетов при том что попадание вот два попадания я сделал да и минус бдм неплохо вот допустим поставил враг здесь фобу да свою вот эти синие бочки просто залетаешь эти заканчиваются боеприпасы я понял ну ладно шоу гидра у нас тут только 70 к принципе принципе папа еще понятно так за сторону российской федерации у нас есть здесь я так понимаю это оса на базе брдм а такая вот у нас модификация давайте посмотрим как она стреляет хотя бы как бы я в одиночной игре тут не особо будет разбираться как она работает ну 9 м 31 м стрела ну как-то должна быть захватываться по идее и потом наводиться вернее стрелять но у американцев все-таки по имбове будет вулканы эти так давайте посмотрим как летает мишка для начала вот такой у нас интерьер здесь в принципе блин армовская моделька ну реально армовская вот это все это сармы даже блин по моему со второй армы можем садиться за пулеметчика который сидит в корме что тоже довольно таки неплохо сделано стреляет конечно кордом я не помню вряд ли сюда оставили корд ну давайте полетим тоже сейчас полетим на ближайшую цель посмотрим как она стреляет также хочу еще зайти там где британцы против талибов посмотреть если у британцев и у талибов какой-то воздушная техника так ближайшая нас цель на дороге я ну кстати в мишка уже по-другому управляется не он немножко подшатывает ну в принципе принципе я буду рад увидеть данные вертолеты на серверах потому что это будет очень круто выглядит со стороны очень атмосферный продаст поэтому ждем кто осмелится 1 добавить мод сам небольшой буквально гигабайт занимает то есть это мало мало вообще на самом деле для так для начала сейчас найдем а вижу визуальный контакт у нас берем на разворот сейчас проверим провода зацепляет у нас или нет ни хуя ну ладно чё мы не гордые полетаем по проводам и кстати да мишка на такая валкая валка не такая как в армия но что-то ближе к этому похоже так вижу цель а я шо ты такие за ракеточки блин свечки какие-то блять летают они ракеты так аккуратно давай не разбейся не разбейся только реально какие-то свечки не ну бахкает нормально конечно но выглядит это не так внушительный как на патче два выпадания есть соплайка уничтожена прием ну такая давалка не все-таки мне нравится давайте полетаем на миг-28 блин лоханусь названием пиздец потом придется извиняться в комментариях ребята если я лоханулся с названием отпишите я знаю что ми-35 это новая модификация по моему миг-28 это старая которая здесь представлена но здесь по 2 конечно стреляет может возможно этим обусловлены такой маленький домах но это все опять же нужно тестить нужно проверять даже анимированные двери это круто конечно да хотел запустить стрим но потом подумал уже время позднее думаю ладно напишу небольшой первое впечатление так скажем завтра выложу так у данного также тоже ракеты нурсы да здесь конечно уже не работают экранчики уже нафиг надо нафиг стараться на но так по пехоте по площадям работать тоже достойно можно тупо залетаешь и так вот какой-то лесок и пошел обрабатывать лесок отработал и все на перезарядку так давайте посмотрим что на втором вернее стрелка или второй пилот у него есть а здесь уже поинтересней у него есть 30 миллиметровый также пулемет почему-то она стреляет не туда куда хочет а возможно нету радиуса я понял также есть осколочно фугасные и ракета есть блин ну вообще громкий звук а толку 0 как как ты попадешь куда она полетела хуй пойми не ну летит цель но с такой высоты конечно зума нету кстати это зума нету это максимальный зум вот по технике работать но это вообще и не лочится даже не 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 варе по моему ладно давайте перейдем на другую карту где есть британцы против талибов если такие вообще доступны у нас карта кстати сейчас я покажу какие карты доступны так а у нас именно доступная карта вот хельмот его река на котором мы сейчас талил скорпу скорпу даже есть нефиасе кухат камдеш городок альбас альбасар ну давайте на альбасар я надеюсь там будет у нас так уж интересно тоже black black hawk black hawk и шо все блин так не интересно так реально не интересно ударных какие-то вертолетов нету что ли получается не там болеен не повезло британцам кстати моделька black hawk а тоже сармы скорее всего я так думаю даже звук проработали молодцы блин но это тоже будет разрывать если честно сказать если нормально поработать таким пулеметом то тоже мало не покажется а вы знаете нет них ничего нет абсолютно в принципе логично что ж дамы и господа спасибо большое кто посмотрел данный ролик буду очень признателен если вы поддержите лайком или комментарием данный продукт данный контент пишите ваше отношение к вертолетам складе как вы считаете нужны ли складу вертолеты либо они нужны на все комментарии отвечу все комментарии прочитаю всем большое спасибо и до скорой встречи пока а